Природные и домашние средства для лечения роза-ЦА Роза-ЦА представляет собой хроническое заболевание кожи, которое обычно поражает лицо, особенно лоб, щеки, нос и подбородок. Любой человек может страдать от роза-ЦА, но это чаще всего поражает женщин среднего возраста, которые имеют светлую кожу. Роза-ЦА может быть ошибочно принятой за окне, аллергические реакции или другие проблемы с кожей. Типичные симптомы включают красные пятна и неровности, отеки, жжение, опухшие веки, небольшие кисты, а также толстые сухой кожи. Симптомы, как правило, приходят и уходят. Кожа может быть ясна в течение нескольких недель, месяцев или лет, а затем снова вспыхнуть. Хотя точная причина РОАССИА до сих пор неизвестна, считается, что это может произойти из-за набухания кровеносных сосудов под кожей. Факторы, которые повышают риск прорыва являются воздействие прямых солнечных лучей, едят слишком много острой пищи, чрезмерное употребление алкоголя, стресс, интенсивные упражнения, носовых пазух и проживающих в районах с экстремальными температурами. Она, как правило, работает в семьях. Те, кто легко краснеет, или которые имеют светлую кожу, более склонны к этой проблеме. Некоторые простые домашние средства могут помочь свести к минимуму симптомы, так что вы можете продолжать с вашей повседневной деятельностью, не беспокоясь. Вот некоторые домашние средства для РОЗАЦЕА. Ромашковый компресс. Ромашка является отличным средством для лечения РОЗАЦЕА из-за его противовоспалительным свойствам, что помогает уменьшить воспаление и покраснение. Кроме того, его активные ингредиенты, как терпеноиды и флавоноиды, оказывают успокаивающие действия на кожу. Замочите от 3 до 6 ромашковый чай-мешки в 3 чашки кипящей воды в течение 10 минут. Удалите чайные пакетики и поместите миску в холодильник, пока вода не остынет. Смочите хлопчатобумажную ткань в холодном растворе и отжать лишнюю жидкость. Поместите влажную ткань на пораженный участок в течение 15 минут. Повторите средства правовой защиты 3 или 4 раза в день, пока вы не заметите улучшения. В редких случаях ромашка может вызывать аллергические реакции, поэтому сделать пачте с перед использованием этого лекарства. Зеленый чай Зеленый чай анточарчиноген, противовоспалительным, антиоксидантным и фитозащитные свойства, которые работают вместе эффективным образом для лечения розоцея. Зеленый чай может помочь уменьшить реакцию кожи к ультрафиолетовому свету, помогая тем самым предотвратить популы и пустулы из развивающихся странно пораженный участок. Сделайте две чашки зеленого чая и поставить его в холодильник на полчаса. Смочите ткань в холодном чае и месте на поврежденный участок кожи в течение нескольких минут. Эта успокаивающая процедура будет уменьшить покраснение и воспаление. Следуйте этим средствам защиты два раза в день в течение нескольких месяцев для достижения эффективных результатов. Кроме того, старайтесь пить зеленый чай, по крайней мере, два раза в день. Это поможет сохранить вашу кожу увлажненно и ваши тела будут получать дополнительные антиоксиданты, которые, в свою очередь, ускорят процесс заживления. Овсяная каша Овсянка содержит противовоспалительные и антиоксидантные свойства, которые помогают уменьшить покраснение, зуд и воспаление. Смешайте одну половину чашки порошкообразного овсянки и одну четвертую стакана вода в большой миске. Нанесите эту смесь на пораженные участки кожи. Слегка сгладить овсяные хлопья на поверхности кожи, но не тереть кожу. Оставьте на 20 минут. Ополосните это с прохладной водой и высушите кожу мягким полотенцем. Повторите эту процедуру два раза в день в течение нескольких дней для достижения наилучших результатов. Лакрица Солодка помогает уменьшить покраснение, которое является наиболее распространенным симптомом розоцеа. Экстракт солодки обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают повысить здоровые клетки кожи. Кроме того, это уменьшает раздражение кожи. Смешайте одну столовую ложку порошка солодки и одну чайную ложку каждого из меда и алаевера гель. Нанесите смесь на пораженные участки кожи. Оставьте на 15 минут, а затем смыть теплой водой. Следуйте этим средствам правовой защиты в два раза в день в течение 4 до 8 недель. Масло лаванды Масло лаванды содержит антисептические и противовоспалительные свойства, и, следовательно, она широко используется для лечения многих проблем с кожей, в том числе розоцеа. Смочите ватный тампон в чистом лавандовое масло, лечебно класса, и нежно массировать его на пораженные участки кожи. Это поможет облегчить воспаление и уменьшить лицевые и кровеносные сосуды. Повторите два раза в день в течение нескольких недель. Смешайте одну столовую ложку миндального масла и одну каплю лавандового масла. Перед тем, как лечь спать, нанесите смесь на пораженные участки и осторожно массировать. Оставьте на всю ночь вымыть лицо теплой водой утром. Делайте это ежедневно в течение нескольких недель. Масло лаванды следует использовать с осторожностью, так как это может вызвать раздражение кожи у некоторых людей. Мед Мед обладает естественной противомикробанным, а также мощным противовоспалительным и антиоксидантными свойствами. Мед может быть использован для предотвращения прорыва окне и розовой угри, а также помогает сохранить кожу увлажненной, не делая его жирной. Слегка помассируйте от 1 до 2 столовых ложек сырого меда. Меда на вашем лице. Оставьте на 20 минут. Ополосните это прочь с теплой водой и нанесите легкий увлажняющий крем. Делайте это 2 раза в неделю, чтобы помочь уменьшить воспаление и покраснение и способствует заживлению. Смешайте 2 столовые ложки натурального меда, 1 столовую ложку оливкового масла и 1,5 чайной ложки цельного молока. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 10 минут. Затем промойте его теплой водой. Делайте это от 1 до 3 раз в неделю. Яблочный уксус. Яблочный уксус содержит противовоспалительные свойства, а также помогает поддерживать уровень РН в организме, что очень важно для здоровой кожи. Кроме того, он работает как естественный дезинфицирующий и таким образом помогает убить дрожжи и бактерии на коже. Смешайте 1 чайную ложку яблочного уксуса и 1 чашку фильтрованной воды, а затем добавить 1 столовую ложку меда. Пейте смесь 2 раза в день, утром и вечером. Следуйте этим средствам защиты от 6 до 8 недель, в зависимости от тяжести вашего состояния. Вы можете постепенно увеличивать количество яблочного уксуса с 1 чайной ложки до 2 столовых ложек, 2 раза в день. Смешайте 2 столовые ложки яблочного уксуса и 8 столовых ложек воды. Примените этот разбавленный уксус на поврежденный участок. Оставьте на 10 минут, а затем смойте теплой водой. Сделайте это 1 раз в день в течение 2 месяцев. Алаевера Оба геля Алаевера и сок может быть использован в домашнем лечении Розацея. Благодаря противовоспалительным и целебными свойствами Алаевера, он может омолодить кожу и уменьшить покраснение и раздражение. Он может быть использован как устно, так и за ее пределами для лечения Розацея. Экстракт свежей гели из Алаевера завода и применить его на пораженные участки кожи. Дайте ему высохнуть самостоятельно и затем промыть область теплой водой. Следуйте этому лечению 2 раза в день в течение не менее 2 месяцев, чтобы излечить симптомы Розацея, как покраснение и воспаление полностью. Пить 1 столовую ложку сока Алаевера 2 раза в день. Это поможет нейтрализовать ваше тело и в свою очередь, ускоряет процесс заживления. Следуйте этим средствам правовой защиты в течение нескольких месяцев. Куркума Куркума является антисептическим травы и обладает мощным антибактериальным и лечебными свойствами. Регулярное использование куркумы, как внутри, так и снаружи, могут уменьшить покраснение и воспаление, связанное с Розацея. Сделайте маску, смешивая 1 чайную ложку куркумы с 1 столовой ложкой йогурта или меда. Промойте пораженный участок кожи, высушите, а затем примените эту маску. Оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Повторите процесс 1 раз в день, пока симптомы Розацея и воспаление спадать. Смешайте 1 чайную ложку куркумы в стакане теплой воды или молока. Пейте этот раствор 2 раза в день, чтобы улучшить общее состояние здоровья вашей кожи, а также уменьшить симптомы Розацея. Льняное Льняное содержит противовоспалительные свойства, которые играют важную роль в сокращении покраснений и воспаления, связанное с Розацея. Кроме того, незаменимые жирные кислоты, содержащиеся в льняном, помочь успокоить раздраженную кожу. Возьмите 1 чайную ложку льняного масла 3 раза в день, чтобы помочь уменьшить воспаление. Следуйте этим средствам правовой защиты в течение по крайней мере 2 месяцев, чтобы получить хорошие результаты. Кроме того, попробуйте включить льняное семя в свой рацион, чтобы держать воспаление и покраснение, связанные с Розацея под контролем. Эти средства помогут контролировать первичные симптомы этого хронического заболевания кожи. Кроме того, пить много воды, чтобы сохранить кожу хорошо увлажненной и здоровой. Избегайте общих Розацея триггеры как алкоголь, шоколад, холодную погоду, лицо скрабы, отдушек, горячие ванны и пребывание на солнце. Зеленый чай. Применение зеленого чая является эффективным средством для этого состояния кожи. Зеленый чай обладает противовоспалительным, антиоксидантным, антиканцерогенными свойствами. Она также защищает кожу от вредных воздействий солнечного света, когда подвергается воздействию солнца. Вы можете сварить горсть листьев зеленого чая или чайных пакетиков в двух-трех стакана воды и использовать раствор для холодного компресса после того, как холодильное его. Вы можете использовать зеленый чай и настоянный крем для лица, чтобы применить на Розацею пораженные участки кожи. Семя винограда. Экстракт из виноградных косточек действует как антиоксидант, а также обладает противовоспалительным свойством. Это увеличивает образование белка коллагена в коже и помогает в снижении инфекций кожи. Это помогает уменьшить Розацею при приеме внутрь. Для лечения Розацеа вы должны потреблять, по крайней мере, 50 мг экстракта виноградных косточек трижды в день.